Маршрутное такси или проще маршрутка уже прочно вошла в нашу жизнь. Это не просто альтернативный вид общественного транспорта, но и целый ритуал с передачей денег за проезд, часто по ходу движения транспорта и громкой просьбой остановиться. Чтобы проверить, обеспечена ли гродненцам полная безопасность во время поездки, проводятся осмотры маршрутных такси. Начиная с 15 июня, специалисты Гродненского горосполкома совместно с ГАИ и транспортной инспекцией проводят проверки всех маршрутов города. Сегодня под зорки глаз специалистов попали микроавтобусы на конечной остановке Девятовки-5. Мы проверим 160 транспортных средств в период с 15 по 23 июня. 120 – это основные транспортные средства, которые работают на маршрутах, и 40 – подменных транспортных средств. Хочу сказать, что город Гродно является областным центром, поэтому мы следим, чтобы транспортные средства были в надлежащем состоянии. Здесь проверяли все – от наличия необходимых документов у водителя до исправности аварийных выходов. Осматривали даже таблички с номером маршрута и названиями остановок, ведь они тоже должны быть составлены по ГОСТу. Также по сравнению с легковым автомобилем в маршрутках должен быть дополнительный огнетушитель и противооткатный упор. Нужно отметить, что гродненские маршрутки в основном успешно прошли этот нелегкий экзамен. Их хорошее состояние во многом объясняется не только высокой ответственностью перевозчиков, но и постоянным обновлением транспорта. Сейчас на дорогах города редко встретишь неудобную газельку. В Гродно маршрутное такси появилось 16 лет назад. Тогда было только 8 направлений. Сейчас их стало 15, и всего по городу ездят 111 маршруток. С годами качество услуг для пассажиров растет, как, впрочем, и цена за проезд. Однако водителям становится только сложнее. Они рассказали, какие испытывают трудности во время работы. Самая большая трудность – это дорожный трафик. Пробки, которые происходят в час пик, это утром и вечером. Это, наверное, самое сложное. Ну, не всегда понятны пассажиры в другой раз. Может, и с нашей точки зрения, с водителей считают пассажиры, что мы неправы. Где-то мы считаем, что неправы. А так, в основном, все остальное дело привычки. Угодить всем пассажирам. Понимаете, тут этому не так, этому не так тронулся, этому не так затормозил, этому не вовремя сдачу отдал. Ну, такие проблемы. Так и трудно, когда пробки в городе. Вот это, потому что все по времени. Однако многие водители сами часто бывают не без греха. Не выдать проездной билет или нарушить правила дорожного движения. Вот основные недоработки водителей маршруток. Для водителей маршрутного транспорта есть характерные определенные нарушения ПДД. Это и перевозка пассажиров, это и сверхколичество их перевозка, а также высадка, посадка в неположенном месте. Хотелось бы, естественно, пожелать этим водителям поменьше нарушать, совершать нарушение ПДД, потому что они должны помнить, что все-таки везут практически 20 человек у себя за спиной. За семь дней специалисты намерены проверить все маршрутки в городе. Внимательно будет изучаться наличие необходимых документов и техническое состояние транспорта, чтобы каждый пассажир мог добраться до нужного места не только быстро, но и безопасно. Юлия Косила, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова